Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Добро пожаловать! Мы так рады, что вы с нами на программе «Иисус Целитель». Последние несколько эпизодов мы учим о хвале и поклонении. Я вам скажу, осознаете вы это или нет, это акт веры. Более того, это проявление почтения к Богу. Брат Хеггин говорил, когда благоговение и почтение будут восстановлены в церкви, тогда произойдет восстановление и умножение чудотворной силы Божьей. С нашим благоговением, почтением и уважением к Богу связаны чудеса. А хвала и поклонение – это выражение почтения к Богу. И это акт веры. Почему это акт веры? Потому что мы поклоняемся Богу, Которого невидим. А имея дело с невидимым, мы находимся в сфере веры. Аминь. Подписывайся на канал и включай уведомления, чтобы не пропустить новые интересные видео. Мы с вами постоянно возвращаемся к высказыванию брата Копланда. Ах, как оно мне нравится! Оно такое замечательное! Молясь, мы что-то берем, а прославляя, мы выигрываем сражение. А нам всем нужно уметь переправляться на другую сторону противостояния. И тут важно не упускать поток хвалы. Потому что так часто мы думаем о том, что можно сделать здесь, снаружи, чтобы решить проблему, справиться с противостоянием. А хвала – это выражение того, что внутри, а не того, что снаружи. Физический человек хочет сделать что-то в физическом мире. Ум хочет во всем разобраться, а вера входит в хвалу и поклонение, в настоящий поток небес. Да. Хвала и поклонение – это атмосфера небес. Входя в хвалу и поклонение, мы входим в ту же атмосферу, в которой действуют небеса. Аминь. Вы можете выбрать свой поток. Вы можете выбрать тот мир, в котором хотите жить. Аминь. Мы также рассматриваем то, что Бог сказал брату Норвелу Хейзу много лет назад. Мои дети в целом любят меня. Но они живут в нищете и в болезни и в поражении. Они не живут в благословениях небес, потому что они недостаточно поклоняются мне. И я всегда поясняю, что значит «достаточно». Это поклоняться достаточно долго для того, чтобы помазание проявилось и разрушило ермо. Потому что именно помазание разрушает ермо. Когда мы славим и поклоняемся Богу, Божье помазание проявляется. Аминь. В продолжении Бог сказал брату Норвелу, «Если ты научишь моих детей поклоняться мне больше, я сделаю для них великое и недоступное. Аминь». Раз Бог предлагает нам великое и недоступное, давайте не пройдем мимо этого. Аминь. Давайте сотрудничать с Ним, выполняя свою сторону. В октябре 2013 года мой муж неожиданно ушел домой к Господу. И мы уже говорили в предыдущих эпизодах, что нет ничего, из чего невозможно выйти посредством хвалы. И нет ничего, во что невозможно войти посредством хвалы. Но также хвала и поклонение помогают удержаться в выбранном вами потоке. Во время ухода моего мужа на небо мне были предложены другие потоки. Я могла войти в поток скорби. Я могла войти в поток печали. Но я знала, что однажды, забравшись в эту яму, придется потом из нее выбираться. Так что нет смысла в нее входить. Да, Бог поможет вам выйти, но зачем изначально туда входить? И я осознала, что скорбь и печаль по моему мужу не будут выражением почтения, не будут проявлением моей любви к нему или моего отношения к случившемуся. Если скорбь и печаль – это проявление почтения, зачем Иисус искупил нас от них? Он взял наши скорби и понес наши печали. Почему? Потому что это не то, что Бог хочет для нас. В тот день мне нужно было сделать выбор, и я его сделала. Я решила, что скорбь и печаль не будут определять течение моей жизни. Вы скажете, пастор Нэнс, я тоже не хочу, чтобы они определяли течение моей жизни. Тогда я рекомендую вам поступить так же, как я. В то время я часами поклонялась Богу. Я часами поклонялась Богу. День за днем, день за днем. Потому что это хранило меня от любых других предложенных мне потоков. Мы можем намеренно выбрать поток хвалы. Намеренно выбрать поток поклонения. И это удержит нас от арены ума. Это акт веры. И это удержит нас на арене веры, на арене духа. Аминь. Если, поклоняясь Богу, можно не войти в поток скорби и печали, то можно также выйти из потока скорби и печали, поклоняясь Богу. Аминь. Скорбь и печаль приходят, потому что мы сосредоточены на том, что потеряли, или на трудностях, а хвала и поклонение удерживают наш фокус на Боге. Невозможно попасть в поток скорби, будучи сосредоточенными на Боге. Невозможно впасть в печаль, сосредоточившись на Боге. Аминь. Вот почему я часами в течение всего дня поклонялась Богу, чтобы удержать свое внимание на правильном потоке, на том потоке, который я выбрала. Аминь. На своем опыте я могу сказать, что выход из каждого испытания, которое я когда-либо проходила, был вымощен хвалой и поклонением. Когда я вставала на дорогу хвалы и поклонения, радуясь в Господе, радуясь в Господе, это был мой выход. Аминь. Именно об этом идет речь в Иакова 1.2. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. А радость – это не что иное, как хвала и поклонение Богу. Аминь. Слово Божье говорит, что Царствие Божье – не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Обратите внимание, что такое Царство Божье. Это праведность, мир и радость. Это потоки, это силы, которые нам принадлежат. Мы сделались праведными праведностью Иисуса. Он был праведен перед Отцом и поделился этой праведностью с нами, сделав ее нашей. Мир и радость – это плоды Духа. Они пребывают в каждом верующем. Обстоятельства жизни не всегда несут мир и радость. Испытания не несут мир и радость. Но ничего. У вас свои с собой. У вас свои мир и радость внутри. Царство Божье – это праведность, мир и радость во Святом Духе. А Дух Святой в вас. Вот какая сила в вас. Праведность, мир и радость. И в трагический день в моей жизни, когда мой муж ушел домой к Господу, поток мира и радости не был забран у меня. У меня все еще была возможность его выбрать. И я выбрала остаться в этом потоке, радуясь и прославляя Бога. Не за то, что произошло, а за то, что я знала. Во-первых, за победу в уходе Эда домой. Ведь он пошел на небеса. Где же тут потери? Да, я бы хотела, чтобы он был здесь дольше. Но это не значило, что я должна была отказаться от своей радости и мира. Ведь это ничего бы не изменило. Это не вернуло бы его назад. В тот день я сделала выбор. И все мы делаем выбор каждый день. Каждый день. И нам нужно выбрать поток хвалы и поклонения. Что Давид говорит в псалмах? Хвала ему непрестанно в устах моих. Понимаете ли вы, что это инструкция для нас? И мне нельзя было забросить эту инструкцию просто потому, что мой муж покинул землю. У меня не было полномочий решить, что это слово не стоит выполнять в такое время. Это слово было для меня огромной помощью в то время. Я постоянно славила Бога в тот сезон. И это держало дверь закрытой для того, что неправильно. И как я уже говорила, во время других испытаний именно дверь хвалы была для меня выходом. Я радовалась, прославляла Бога, поклонялась Ему, не в попытке что-то заполучить, а зная, что Он уже мне дал. Аминь. Я уже упоминала в предыдущем эпизоде испытания, когда мой ум подвергался бомбардировке в течение длительного периода, около полутора лет. И я часами молилась в Духе, читала Библию, исповедовала Слово, делала все, что знала, чтобы стоять в вере. И я сказала, Боже, я что-то делаю не так, я что-то упускаю. И Дух Божий проговорил мне, лекарство хвалы. И я начала прославлять. Это стало моим основным акцентом в течение всего дня. И если я просыпалась посреди ночи, я просто лежала и славила Бога. Я всем сердцем посвятила себя этому. Я делала все, что могла в этом направлении, прославляя и поклоняясь Богу. Оставаясь одна, я делала это вслух. Будучи окружена людьми, я делала это тихонько, еле слышно. И как только я начала это делать, дьявол сказал, это не решит твою проблему. Этого недостаточно. Потому что он знал, что я только что нашла недостающий элемент. Мне не хватало хвалы. Когда что-то идет не так, проверьте, все ли у вас в порядке с хвалой. Не отстали ли вы в хвале. Итак, я просто поклонялась и поклонялась и поклонялась. И через одну неделю, я даже помню, где я сидела, у нас дома были гости, и я просто сидела, тихонько говоря, слава Господу, слава Господу. Никто меня не слышал, это было между мной и Богом. Слава Господу, слава Господу. И я была под таким ментальным давлением, что даже не могла придумать ничего другого, кроме слава Господу, слава Господу. Я не подыскивала красивые слова. Я сидела и шептала, слава Господу, слава Господу. А я так долго была на арене ума. И когда вы застряли на арене ума, иногда требуется время, чтобы из нее вырваться. И спустя неделю прославления Господа, я начала выходить из этого застоя и покидать арену ума. И вот, в среду вечером, у нас дома были гости, все беседовали друг с другом, а я сидела и шептала, слава Господу, слава Господу. И вдруг, как говорил Папа Хеггин, это словно торговый автомат принимает монетку, есть щелчок. Как срабатывает механизм, вы не видите, но слышите щелчок. Именно так и произошло. Я сказала слава Господу, и что-то щелкнуло. Я вошла в дух. Я вышла из арены ума и вошла в свой дух, откуда источники жизни. Итак, я сказала слава Господу, но на этот раз я сказала это в духе. В этом ключ. Вы спросите, пастор Нэнси, как долго мне придется говорить? Ну, сколько времени нужно, чтобы перейти с арены ума на арену духа? Я не знаю, сколько понадобится вам, но сколько бы не понадобилось, просто продолжайте славить. И вот, я сказала слава Господу, и это щелкнуло в моем духе. И тогда ко мне пришло слово от Господа. Теперь скажи этому духу, который беспокоил твой ум, прекратить свои маневры против тебя. Я встала, вышла из комнаты, пошла в уборную, заперла дверь и вот так спокойно сказала «Дух, который беспокоил мой ум, прекрати свои маневры во имя Иисуса». И я почувствовала, как давление уменьшилось, но не исчезло полностью. Этот дух как будто отступил, но все еще присутствовал в комнате. И пока он присутствовал в комнате, он говорил «Я все еще не ушел, я еще не ушел, я еще не ушел». Знаете, в Библии сказано «Противостаньте дьяволу и убежит от вас». Но пока он бежит, он безумолку болтает. Он не убегает с закрытым ртом. Он бежит, сыпля угрозами, надеясь обмануть вас, чтобы суметь остаться. И я сказала «Нет, с тобой покончено, с тобой покончено, ты пойман, разоблачен и с тобой покончено». Так что я вышла оттуда, я не осталась в уборной и не продолжила с ним разбираться. Я вышла, сказав «С тобой покончено». И следующие полтора дня он продолжал говорить «Я все еще здесь, это не конец, я все еще здесь, это не конец». И я просто игнорировала его и продолжала славить Бога. И вот какую иллюстрацию Бог дал мне. Ты видела в старых ковбойских фильмах, как когда в небольшом городке случалась беда, кто-то бежал и звонил в церковный колокол, потому что только так можно было оповестить горожан о происшествии. Кто-то запрыгивал на веревку и звонил в колокол. И закончив оповещать людей, человек, раскачивавшийся на веревке, отпускал ее, но колокол продолжал звонить. И Бог сказал, «Колокол обязательно перестанет звонить, потому что на веревке больше никого нет. Это просто остаточная инерция». Дух Божий сказал мне, «Ты просто ощущаешь остаточные отзвуки того, что дьявол был там, но это лишь инерция. Бывает, все не останавливается во мгновение, а просто угасает и угасает и угасает, теряя инерцию, потому что вера с этим разобралась». Так что не волнуйтесь об инерции, которая остается после того, как вы с чем-то разобрались. Как только вы в духе знаете, что что-то получили, неважно, какие симптомы вы чувствуете, это просто инерция противостояния. Просто продолжайте поклоняться Богу, и эта инерция будет угасать все больше и больше и больше. В течение полутора дней абсолютно все это исчезло, и испытание, длившееся полтора года, прекратилось. Аминь. Дьявол постоянно пытается нас обхитрить, обмануть, чтобы вернуться. Держите дверь закрытой для него. Хвалой и поклонением я держала дверь закрытой, пока эта инерция угасала. Одна из моих любимых историй произошла в служении Смита Вигглсворта, английского проповедника, который был на передовой в первой половине 20 века. Он рассказывал о том, как его вызвали в дом одного человека, у которого умирала жена. От нее и правда остались кожа до кости. Она действительно была на самой грани смерти. Смита Вигглсворта попросили прийти и помолиться за нее вместе с другими христианами. И вот, обступив ее кровать, собравшиеся христиане начали один за другим молиться. Один молился, «О Боже, утешь мужа в потере жены». Другой молился, «О Боже, утешь детей». Смит Вигглсворт рассказывал, что к концу молитвы они ее уже, считай, похоронили. Когда же настала его очередь, и он начал молиться, над ее кроватью явилось лицо Иисуса, «И она была полностью исцелена». Уже после люди спрашивали, почему, когда мы молились, она не исцелилась. И он сказал очень важные слова. «Вы молились, смотря на умирающую женщину. Я молился, смотря на Иисуса». Хвала и поклонение удерживают ваш взгляд на том, что правильно. В этом ценность хвалы и поклонения. Когда вам противостоят окружающие обстоятельства, самое время усилить хвалу и поклонение, чтобы удержать свой взгляд на Боге и Его Слове. Когда ситуации и обстоятельства пытаются поколебать вас в Слове, выбить вас из общения с Богом, из вашего места в Нем, знайте, хвала и поклонение укрепят вас, потому что это акт веры. Это лучший способ немедленно переключить внимание на Бога, на Его Слово. Аминь. Так что важно, на что вы смотрите. Папа Хэгген рассказывал, как его и маму Хэгген позвали помолиться за жену одного служителя, пастора. Его жена умирала, и мама и папа Хэгген поехали в их город, чтобы пробыть у них несколько дней и молиться за нее. Они мало ели, мало спали, и просто молились за жену этого пастора. Они молились уже два-три дня. И брат Хэгген сказал пастору, «Я никогда еще так долго не молился, не получая ответа. Проблема не с Божьей стороны. Нам нужно перестать работать над Божьей стороной. Нам нужно поработать над своей стороной». Что он имел в виду? Они пытались добиться, чтобы Бог что-то послал. А им нужно было поработать над своей способностью принимать. И он проиллюстрировал это вот как. Если вы слушаете радио, и сигнал прерывается, вы не звоните на радиостанцию и не говорите, «Вам нужно починить свою вышку». Нет, это вам нужно изменить свое положение, чтобы ваш приемник мог принимать сигнал. И он сказал, «Мы не в том положении, чтобы принимать сигнал. Мы пытаемся уговорить Бога что-то исправить с Его стороны. А это нам нужно исправить свою сторону. Так что давайте сегодня не будем за нее молиться, а будем прославлять». Что это? Это принимающая сторона. И они начали просто славить и поклоняться вокруг кровати. И пока они прославляли и поклонялись, пришел ответ. Пришло то, что им нужно было узнать. Бог сказал папе Хэгену, «Встань у изножья кровати и скажи духу страха и сомнения оставить ее во имя Иисуса». Он так и сделал. И из ее груди поднялось что-то похожее на летучую мышь. У нее был рак груди. Это поднялось из ее груди и вылетело в окно. И пастор сказал, «Я только что почувствовал, как что-то пролетело мимо меня». Прославляя и поклоняясь, они заняли правильное положение, чтобы услышать то, что им нужно было знать. Когда вы прославляете и поклоняетесь, ваше внимание сосредоточено на Боге. А на ком вы сосредоточены, того вы сможете услышать. Аминь. Слава Господу. И она встала с кровати и пошла с ними на улицу есть арбуз. Она мгновенно исцелилась, мгновенно стала здоровой. Хвала и поклонение поставили их на дорогу к выходу из этой трудной ситуации. Следующая история произошла в 30-е годы прошлого века с молодым служителем. Он не так давно был женат. У них с женой только что родился ребенок. Он был разъезжающим евангелистом. Во время поездок у него начался кашель. И ему поставили диагноз – туберкулез. А в то время это было практически смертным приговором. И в каждой церкви, в которую он приезжал, он говорил, «У меня обнаружили туберкулез. Прошу вас, каждый раз, как вспомните обо мне, помолитесь за меня». «И, пожалуйста, вспоминайте обо мне». И он обращался с такой просьбой в каждой церкви, которую посещал. И везде люди поднимали руки и говорили, «Да, при каждой мысли о вас мы будем молиться за ваше исцеление». Но его состояние все ухудшалось и ухудшалось. И несколько месяцев спустя оно настолько ухудшилось, что ему пришлось вместе с женой и ребенком переехать жить к родителям жены. Потому что он физически не мог заботиться о своей собственной семье. К тому моменту он уже был прикован к постели. И однажды никого из родных не было дома, и он лежал и смотрел в окно на рощу, которая была неподалеку. А будучи прикованным к постели, он так устал лежать в этой кровати, устал от этой комнаты, что просто жаждал оттуда выбраться. И он подумал, «Как бы хотелось пойти в ту рощу и побыть там». Лежа он размышлял, «Я обратился с просьбой к множеству церквей, и сотни и сотни людей согласились молиться за мое исцеление. Так что если бы мое исцеление зависело от молитвы, я бы уже исцелился». Ведь сотни людей молились за него, так? Это здравые размышления, здравый анализ, верно? И он сказал, «Очевидно, то, что мне нужно, это не молитва за исцеление. Ведь она у меня есть, а я все еще не исцелился. Так что я просто буду славить Бога за то, что я исцелен». И физически у него не было на это сил, но он сказал, «Боже, я прошу Тебя дать мне силы, чтобы пойти в ту рощу». И дьявол сказал ему, «Если ты туда пойдешь, тебя не найдут. Лишь стервятники приведут родных к тебе. Ты там умрешь». Он ответил, «Ну, нет разницы, умереть там или здесь». И он выполз на улицу. Добравшись до рощи, он упал на землю в измождении. И просто лежал там и говорил, «Слава Господу! Слава Господу!» Он еле шептал, настолько его легкие были бессильны. И так он говорил, «Слава Господу! Слава Господу! Слава Господу!» И через какое-то время он вдруг осознал, что стал говорить громче, говорить нормальным голосом. Через два часа он уже стоял, подняв руки и кричал так громко, что его слышали за километр. Он хвалой вымастил свой выход из этого испытания. Нет ничего, из чего невозможно выйти посредством хвалы. Аминь. Когда вы помните, что говорит Слово, и прославляйте Бога за то, что знаете. Аминь. Аллилуйя. Дорогие друзья, команда ТБН от всего сердца благодарит вас за поддержку нашего служения. Мы молимся о том, чтобы каждый из вас был благословен Богом, наполнен Его благодатью и миром. Провозглашаем изобилие в вашу жизнь. Вместе мы сможем сделать еще больше. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр. Продолжение следует...